Привет, мои добрые, хорошие. С вами Наталья, Бельгия. И новые записки из жизни. Начинаем с ланч-карта. Конечно, уже начинает немножечко надоедать. Не знаю, пока мне этот торт не надоел, я буду попушивать. Ну и попутно, конечно, маленькую тарелочку я взяла. Тут яичко, томатка, паста, картошечка и сырая цветная капуста в соусе. Вот он, тот самый торт. Вот так он выглядит. Всегда вот он выглядит. Вот так. И капучино. Выбираем игры. Нам надо в интернет-магазине выбрать игр на 200 евро. Потому что, представляете, первый раз в жизни, ну не первый, но очень-очень редко у меня это бывает, когда мы, представляете, выиграли. Ну, это не лотерея, это вот мы покупали чипсы. И на чипсах есть, на чипсах, ну, очень часто бывают промоушены, где нужно накопить там определенное количество наклеечек, потом коды эти на сайте ввести. И вот вы, представляете, вы купили чипсы, и вот там была на них лента, и мы выиграли игр на 200 евро. И такое бывает. Потом покажу чипсы. То есть нам сначала пришло письмо, то, что мы выиграли, и потом через неделю пришел код активации вот на этом сайте. Вот на этом сайте. Я не знаю, это только для Бельгии, или, возможно, для ближайших стран. Ну, вот покажу, какие чипсы. Так что покупайте, можно выиграть. Участвуют вот такие вот, ну, как бы чипсы, Баглз называются, или Бюглз, не знаю, Смит. Вот такие вот рожочки. Вот мы еще купили. Вот такие вот рожки. На вкус пакошки. Это и кукурузная. И вот здесь вот, значит, была лента. И нужно использовать 2 вот таких вот пакета купить. И вот здесь вот, где номер проугодности, вот здесь есть код. Вот здесь есть код. И нужно пойти на сайт. То есть тут есть полностью вся информация. Нужно пойти на сайт, на их, и ввести вот эти вот 2 кода, и дальше ждать ответа. То есть там нужно ответить на пару вопросов. Я думаю, что они разные. И у нас, по крайней мере, были вопросы такие. Первый был, из чего сделаны чипсы, что, собственно говоря, ну, довольно-таки глупо, потому что тут нарисовано, что они кукурузные, и на вкус тоже не кукурузные. И второй вопрос, сколько человек ответит правильно, да, на этот вопрос примерно. И там нужно поставить цифру. Я не буду говорить, какая цифра. Это пусть оставится секретом. Вот, дальше, значит, вы вводите это все, и ждете ответа. Мы получили ответ с кодом. Мы пошли на сайт, зарегистрировались, там ввели этот код. Выбрали игр на 199 евро. И все, сделали заказ сегодня, прямо и сейчас будем ждать игры. Еще что, я буду еще раз участвовать. Еще раз, потому что я очень хочу игру, которая называется Мааджонг. Она, ну, довольно-таки дорогая, 65 евро на этом сайте. И я вот ее хочу еще. Поэтому пожелайте мне удачи. Мечтаю об этой игре. О большом Мааджонге. Обалдеть, просто посмотрите, какая радуга. Такая яркая радуга. Очень, очень, очень красиво. Смотрите. Обалдеть. Красотища какая. После школы заехали в кафе мороженое Пам-Пам. Что-нибудь с перекусами. Я заказала все блинчики там было с мороженым. Капучино. Вот. Мушторг, что-то заказал. И хотела, пока не забыла, пару слов про сегодняшнее занятие. Сегодня была у нас студия театральная. И хотела я сделать видео. И из одной там девушки, ну, она была против, чтобы снимали. И из-за одной вот видео мне сделать не удалось. Ну, когда мы все занимались. Вообще-таки классное занятие по... Ну, это не вокальное. Как бы, ну, звуки мы там произносили вместе с движениями. Очень-очень интересно. Принесли, значит, капучино мне и мужу кофе. Такая вафелька. Так, принесли вот такую прелесть. Мужу вот блинчик с сиропами, фруктиками. И мне тоже вот блинчик с двумя шариками мороженого и со сливками. Приятного аппетитика. Знакомому мужу есть вот такие вот... Как называется-то? И ты сгадана? В общем, сад вот такой. Он бизнесмен, и он выращивает груши, яблоки. И вот эти вот... И... Время от времени разрешают нам пособирать... Здесь огромные плантации. Огромные просто. Он видит здесь, видите. Перед нами вот там едет трактор с этими... Ну, вот эти вот контейнера, в которые груши собираются. Второй у него сад такой. Здесь яблоки. Груши они уже почти закончили собирать. Здесь яблоки вот такие вот. Это вот, наверное, Royal Gala. Вот эти. Разные сорта. Вон там, вон... Вот эти, наверное, Golden. Вот эти вот через дорогу идем. Вот эти Golden, скорее всего. В общем, разные. Тут вот другие. Прямо висят гроздьями, как виноград. Так, вот еще. Тоже Golden, скорее всего. Здесь вот как-то в ряду они вот по-разному. Вот красный, красный, красный. Потом один Golden. Потом красный, красный, красный. Один Golden. В общем, очень большую долю они продавали в России. Экспортировали в Россию. И вот когда вот эти санкции были, конечно, они... Ну, стукнуло это по ним. Но бизнесмен есть бизнесмен. И все нормально-таки оказалось в итоге. И они, я вот смотрю, прям разрастаются, разрастаются. Дочки у него тоже бизнесом занялись. И здесь вот у них есть место, где они выращивают малину. Тоже для продажи. Кстати, вот после того, как уже собрали груши, вот конференцию уже собрали. И смотрите, как много остается. Вот целая гроздь. Очень-очень-очень много груши остается. Можно, я не знаю, тут тонну точно собрать уже после того, как сбор закончен. Это вот уже деревья, где, ну, уже собирать не будут. То есть вот эти груши, они сгниют здесь. И вот внизу тоже, смотрите, что творится. Вот такое вот. Эти груши тоже они с полу не собирают, естественно. Это как гниет, и получается удобрение. В итоге. Очень-очень много гниет. Да, и вот муж подсказывает еще для сиропа. Здесь вот маленькие. Вот здесь вот, видите, новые посадки. Очень-очень много. И смотрите, вот они совсем малышки. И на них вот на каждом вот такие вот яблоки висят. На каждом. Да, кстати, вот эта вот плантация малины. Смотрите, как красота. Только-только посажена. Огромная, короче. Конференция. Еще не собранная, смотрите, с рукой. Жестко, конечно, а не просто. Просто. Видите, огромные. Вот такие висят. Грозди. Целые ряды. Еще не собирали. Смотрите. Видите, ветка даже поломалась. Смотрите, реально как виноград. Огромная. Сумасшедшая дура просто. Да, они сумасшедшие здесь. Другой сорт. Тоже вот такие. Эти, ну, более кругленькие, которые мне больше нравятся. Типа дюшес. И ты знаешь, что это такое? Двойные. Двойные. Вот это вот то, зачем я так-так люблю сюда ездить. Это, скорее всего, Роял Гала. Вот эти яблоки. И они собираются в самую последнюю очередь. Они должны быть красные. Я помню, как уже все было собрано. В какой-то год. Позапрошлый, по-моему. Уже все было собрано. Мы сюда приехали. И, как вы видели уже, ну, огромная часть, она, конечно же, остается на деревьях. Вот. И мы собирали вот по верхушкам. И вот на этих верхушках они были прям наливные, наливные, наливные. Крупные. Красные, красные. Такие прям светились изнутри. И такие сладкущие просто. Ну, невозможно. Ну, остановиться очень-очень-очень классно. Самые вкусные яблоки, которые вообще я пробовала в жизни. Ну, они по вкусу чем-то напоминали вот золотой налив. У меня бабушки, я помню, из детства. Золотой налив был в огороде. Ну, конечно, не малюсенькие по сравнению с этими. Но вкус вот напоминает. Ну, это не страшно. Иногда, 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 когда люди пикают интегрально в Украине. И когда они делают, они говорят, что они будут в украине. Ну, вот, вот. Я его брал как-то, по-моему. Первый раз вижу вот такие вот машинки стиральные на улице прямо стоят. Значит, вот эти 4 евро, вот это для чего? Это один. Это мыть максимум 18 килограмм. А вот здесь что-то? А, ну да, это вот по килограммам и сушилка. Огромная. Здесь, в общем, на улице. Итак, вот мы привезли наши яблоки и груши домой, которые нас собирали. Они, конечно же... Вот это вот мои любимые груши вот такие. Вот это вот не ликвид, кстати, видите. Она, конечно, очень... Ну, хорошая, ее можно кушать. Но это уже не ликвид. Вот с такими вот точками. Да. Такие вот грушки. Такие вот, поменьше. Сорт. Такие. И вот, как видите... Это мои любимые яблоки. Как видите, они еще не спелые. Яблоки и груши, они не спелые еще. Их собирают все в конце сентября, какие-то в октябре. И, как правило, они в основной массе не спелые. Так, вот где конференц тут? А, ну... Вот конференц, груша. Вот еще. И, значит, какие-то сразу же идут на экспорт в другие страны. Я не знаю уж, как там другие страны с этими разбираются яблоками и грушами. А здесь, в Бельгии, эти яблоки, которые вот собрали в этом году, они идут в холодильнике. То есть, они сразу на прилавки не попадают. Они целый год хранятся в холодильниках специальных, огромных. И только через год вот эти вот яблоки и груши попадут на прилавки магазинов. Вот такая вот интересная заметочка. Что я сейчас буду делать с ними? Конечно, мы их будем кушать по ходу. Вот. И часть я прямо буду делать так. Я буду каждую заворачивать в бумажку и складывать в коробочку. И уберу наподальше, чтобы они стояли и дозревали. И буду доставать уже их чуть попозже, может быть, зимой. Вот. Когда они более-менее дозреют. Ну, я не знаю, долго ли они простоят. Тут не очень-то их и много. Как у нас, ну, едыки, яблок и груш такие хорошие. Данюша у меня очень любит яблоки. Постоянно их кушает. А муж любит вот эти вот конференции. Ну, а я буду наслаждаться тоже яблоками. И вот этими вот грушами. Вот эти вот. Вот такие. Просто их обожаю. Вот так вот замотала я их в газетку. И сейчас поставлю их, ну, вот под домом этаж. Как он называется? Ну, у нас в России это называлось подпольем. Здесь, ну, прям вылетело из головы, как называется, этот нижний этаж. В общем, там будет храниться вот это вот. Ну, коробки с яблоками. С какой целью я это делаю, вообще, я, честно говоря, не знаю. Потому что, ну, в принципе-то, яблоки, они в свободном доступе у нас здесь. Возможно, это идет из прошлого. Потому что, когда вот в моем детстве яблоки, вот такие вот хорошие, такие красивые, да, импортные, они были, ну, дефицитом у нас в России. Ну, по крайней мере, где мы жили, в маленьком городке. И моя мама, она вот покупала вот эти яблоки летом, да, когда они были более-менее доступны. И мы вот так вот их заворачивали. И складывали в кладовки. И потом зимой мы их доставали. И вот они, я так понимаю, они лучше хранятся, что ли, в этой газете. Вот. Ну, не знаю, как-то так. То есть у меня это не практическое какое-то действие. Потому что, ну, теряется всякий смысл при теперешнем, да, ассортименте в магазинах. А это имеет такой символический, ну, такой смысл, что вот я их заворачивала, я заботилась о нашей семье, думала о хорошем, то есть вкладывала какие-то позитивные мысли в эти яблочки. То есть я вот их поставлю вниз, и через какое-то время или я буду ходить доставать, да, по яблочку, или сын у меня будет ходить, спускаться вниз, брать вот этот вот сверточек, ну, разматывать его, и хрумкать вот эти вот вкусные яблочки. То есть, ну, как-то так. Я ни в коем случае не призываю делать так же, потому что, ну, как я уже говорила, смысла в этом нет. Но, тем не менее, такой, ну, интересный такой ритуал получится. И еще вот хочу сказать, Лиля из Франции меня заразила прямо сырами своими, сырными историями. Поэтому я вот тоже решила помаленьку пробовать сыр. Вообще, в принципе, я очень люблю сыр, но вот я как-то привыкла к определенным сортам таким, ну, без преувеличений, без экзотики какой-то, да. Обычный твердый сыр я люблю. Ну, такой, как и Менталь. Ну, вот тоже такие более-менее ароматные сыры я тоже люблю, такие, как Конте. Ну, такие, знаете, твердые. И адыгейский сыр я сама готовлю. Ну, вот такие вот. А муж вот мой, он любит вообще совершенно разные сыры. Он любит и из козьего молока, вонючие вот эти вот сыры, и камамбир, и ракфор, и, ну, вот эти вот с плесенью все, которые ужасно воняют. Ну, по его словам, они очень вкусные. Вот. Ну, я понимаю, конечно, что они, наверное, очень вкусные, но вряд ли я когда-либо слишком вонючий сыр положу себе в рот. Ну, вот горгонзолу, да, я, конечно, пробовала и ем иногда, так как она, ну, просто-напросто входит, ну, там, в смесь вот этих вот 4 сыра, и в соус 4 сыра, и в пиццу 4 сыра горгонзола входит. Вот, поэтому, ну, я более-менее так терпимо, но отдельно я этот сыр вряд ли когда-то буду есть. И вот, как я уже сказала, насмотревшись, как аппетитненько Лили рассказывает про сыры, я тоже решила помаленечку пробовать, ну, разные виды сыров. Буду показывать те, которые мне нравятся, которые мне понравились. Значит, вот этот вот сыр Коре Д'Арден. Это из коровьего молока сыр. Вот он вот так вот выглядит. Вот так, такой вот квадратик маленький. Это мы в Альде купили. И вот с такой вот белой плесенью. Такой вот он. Очень мягкий внутри, сливочный. И вот с такой вот плесенью. Ну, вот эта вот плесень для меня, это лимит. Ну, такой, знаете, такая нейтральная она такая. С более какой-то сильной упругой плесенью. Там зеленой, синей, черной. Я, конечно, ну, в ход себе уже не положу. То есть, ну, вот это вот более-менее мне нравится. И сыр вкусный. Довольно-таки вкусный. Вот этот вот. И вот этот сыр, вот этот мы купили в магазине Д'Алес. Вот такой вот, со вкусом ананаса. Вот так вот он выглядит. Такой вот рулетик, видите. И вот по краям у него, ну, и в центре как бы это как рулет получается, да. Ананас. Кусочки ананаса. Вот это просто-просто сыр восхитительный. Мне очень он понравился. Я думала, что он, ну, муж его часто покупает именно вот такой. Я думала, что он какой-нибудь козий-вонючий. Даже, ну, я думала, что вот этим вот ананасом оттеняет вкус, чтобы не воняло козьим сыром. Но решила попробовать таки. Взяла кусочек, я просто обомлела. Я просто обомлела. Особенно тем понравится, кто любит вкус ананаса. Кто любит ананас. Просто обалденный вкус. Просто сочетание вот ананаса и вот этого вот сыра. Обязательно всем рекомендую попробовать, если еще не попробовали. И вот написано, что это сыр из Франции привезем. Расскажу, для чего мне нужен был кубик льда. Вот я замораживала, если помните, в прошлый раз шпинат. Вообще лучше, конечно, для этих целей лопух. Очень полезен он для организма, для кожи. И, ну, экспериментировала в этот раз со шпинатом. Никаких побочных действий он не оказал на мою кожу. Поэтому показываю. Значит, я замораживаю напополам с водой. Вот этот сок лопуха, в данном случае шпината, с водой. Замораживаю в формочках. Затем я из формочки извлекаю этот лед и складываю в мешочек. И вот он у меня хранится в морозилке в мешочке. Потому что гораздо удобнее доставать по кусочку льда из мешочка, чем из формочек. Беру вот такое вот маленькое полотенчико. Кладу его на область шеи. И начинаю кусочками льда обрабатывать лицо. Подить кубиком льда по лицу. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот кубик льда не зеленого цвета. И чтобы не окрасили просто-напросто вашу одежду. Мы защищаем вот таким образом, чтобы капли не стекали на одежду. Когда вы прошли с льдом по лицу, оставили на какое-то время водичку вот эту зеленую на лице. Дальше вы берете вот это вот маленькое полотенчико. Лучше, конечно, махровое, чтобы оно такое было мягонькое. В очень горячей воде вы его промокаете, выжимаете. И кладете вот так вот на личико, промокаете лицо. Это получается новый эффект бани. Знаете, как в китайском ресторане в конце приносят горячий полотенце, чтобы снять вот этот лоснящийся жир с рук, с лица. Ну и такой эффект баньки получается хороший. И для организма также это получается контрастный душ, потому что лед холодный, полотенце горячее. И такой здоровый стресс для кожи без механического какого-то вмешательства и химических каких-то препаратов. Получается такая здоровая работа кожи. И действительно кожа упругая и румяная после этой процедуры. Сияющая, упругая, румяная кожа лица, как у младенца. Ну или когда вы заходите с мороза в дом, такой румянец на лице очень приятный. Еще напомню про контрастный душ. Конечно, все уже это все знают, но тем не менее, все равно напомню на всякий случай. Для нас, женщин, девушек, девочек, контрастный душ должен заканчиваться всегда теплой водой, а для мужчин всегда холодной, потому что мужчина, он должен быть такой крепенький. А мы, женщины, такие, ну, расслабленные, теплые, уютные, приятные. Значит, вот так. Дальше. Процедуры вот эти все со льдом и пламенем у меня занимают где-то максимум 10 минут. Делаю практически каждый день. Иногда делаю какие-то другие масочки, иногда вообще ничего не делаю. В общем, все зависит по настроению, по желанию. Ну и вообще быстро к хорошему привыкаешь. Мне кажется, что даже вот у меня вот эти вот морщины на лбу, они всегда, ну, всегда были, в принципе. И вот мне кажется, что они даже, ну, разглаживаются, да, после этой процедуры. Вот. И желаю вам здоровья, счастья, успехов, удачи, упругости, тонуса, приятности, теплоты. А сама пойду собираться в школу. Представляете, сегодня целый день буквально вот эта вот радуга, это еще двойная появилась. Обалдеть, какая красота. Посвящаю всем моим подписчикам, всем моим знакомым, просто людям, которые зашли на мой канал, может быть, случайно. И вот всем посвящаю вот эту радугу. Ну и, наверное, буду заканчивать зарисовки из жизни. И желаю всем всего самого только лучшего. Желаю вам, чтобы в вашей жизни каждый день была вот такая вот радуга. Комса. Вот так. Вот так. Комса. Да? Ну вот и все, мои добрые, хорошие. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Я желаю вам каждый день вот такой вот красивой радуги в вашей жизни, чтобы все у вас получалось, чтобы все планы у вас сбывались. Но самое главное, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока!